Привет, как дела? Давно не виделись. А это я, Кривомастер. Добро пожаловать на этот ролик тебе и всем тем, кто случайно зашел на этот ролик. Друзья мои, мы начинаем, так сказать, ивент. Новогодний ивент. Вы же знаете, что уже наступил декабрь, а это означает ежегодная ель. Да, ссылка на прошлый ролик по... Не, не на прошлый ролик, а последний ролик по ежегодным елям будет в описании. Друзья мои, посмотрите, вы увидите, как я, в принципе, строю огромные постройки. В данной серии тоже будет что-то такое. Так что, друзья мои, погнали. Я тут решил сделать необычную ель. Какую, вы спросите? Да, я скажу, с домом. То есть, в этой еле можно будет жить. Я не знаю, что вы можете... Что вы могли ожидать, но... Я псих. Ладно. Эх... Да. Как бы странно это ни было. Вот. Короче, отсюда начинается... Сфера. Вот. Сфера, короче, будет в еле. Поняли, нет? Вот. Ладно, мне плевать, поняли вы или нет. И вы это всё равно увидите, в конце концов. Я надеюсь. Тем временем, как я строюсь, вы можете заметить вот такую вот фигню. А это не фигня. Вы знаете, что это такое? Это, короче, сфера, в которой будет пространство для нашего дома, да. Будет посередине ели. А вот эта вот линия, вот эта вот линия, она не будет прям такой уж и линией. Она будет вот такой вот дугой. То есть, вы меня поняли, да? Ну, короче говоря, сами всё увидите. Я пока что-то я строюсь. Я буду вам всё это моментами-моментами показывать. А пока я показываю, пожалуйста, поставьте лайк, ибо я стараюсь это не просто так. Да, точно. Я стараюсь это для кого-то. Точно не для вас. Не-не, я шучу. Сами увидите. А вот о чём я и говорил. Она будет спиралевидной формой, как вы уже могли заметить. И вот здесь будет наш домик с верической формой. Вот, в принципе, вы спросите, почему ты нам нормально вот не показывал, как ты строил? Ребят, я лучше буду вам сразу же результаты показывать, нежели строительство. А то скучно будет. А я вас знаю. Так что вот, в данный момент, оно выглядит примерно вот так. И вы скажете, всё, будешь листвой обкрывать? Нет. Я буду делать ветви, а потом уже листвой. Так что ждите, пока будут ветви. Вот, смотрите, зацените. Как вам? Довольно-таки неплохо, да? Тем более, за 20-30 минут такое сделать вообще на скорость. Это довольно-таки неплохо. Мастерски, так сказать. Сейчас прямо перед вашими глазами добавлю. Пока я добавляю, хотелось бы сказать то, что сделаем сразу же после этого листву. После листвы уже домик, потом после домика гирлянды. Вот примерно таким вот образом я делаю, как его там, веточки. Можно их удваивать, можно, типа, разнообразие добавить. Вот. Примерно вот таким вот образом это всё делается. Вы прикиньте, ель. 128 блока в высоту. Ништяк, да? Мне нравится, в принципе. Не знаю, как вам, но мне нравится. Ежегодный ивент. Друзья, мы ждём, пока я сделаю листву. Вот, часть обучения. Я сделал одну стадию заполнения листвы. То есть, моя листва будет состоять из нескольких цветов блоков. Так что, точнее, из двух, это хвойная листва и плюс тёмный призмарин. В принципе, вот. И всё, и всё. Я сделал призмарин где. Так что, осталось только распределить листву хвойную. И всё. Будет всё по красоте душевно. Вообще жесть будет, я вам обещаю. С расстояния отойдём. Сделаем скринник. Скриншот, я имею в виду. И потом сделаем до и после эффекта. Так, это здесь не хватает. И всё. Листвой покончено. И настало время для домика. Вы уже можете заметить, как я его начал обрабатывать. Этот дом будет реально с велической формой. Я даже сам не ожидал этого. Говорил, говорил, но сам даже не ожидал. Друзья мои, я вам покажу уже, когда буду финишировать это всё. Потом уже гирлянды. Ролик должен быть не таким же длинным. Ух, осталось только лишь сделать гирлянды. И с этим покончено. Знаете, почему я так задыхаюсь? Потому что это было трудно всё это строить. Ладно, если чего, это шутка. Не обращайте внимания. Я так не трачу свою силу, чтобы такое сделать. Это же тупо игра, строительство, все дела. Ну ладно. Короче говоря, в чём прикол? Осталось только лишь сделать гирлянды. Но ещё прикол в том, что этот дом пустой. С велической формой, но пустой. Есть второй этаж, ещё и можно погреб сделать. Ну, кому как. Если хотите, отдельно сниму что-нибудь про домики. Так, это надо убрать. Всё, нормально. Выглядит довольно-таки неплохо. Кстати, вот эти вот фонарики снизу. Это тупо для пешехода. Ну, то есть, человек будет подниматься и видеть путь, по которому он ходит. Это даже полезно. Так что всё. Сделаем гирлянды и всё. Друзья, вижу я золотой блок. А это означает, что я докончил свой проект. Так что узрите моё творение. Вот оно вот таких вот размеров. В высоту 128 блоков. Сейчас всё будет. Подождите. Ну, это реально жесть, друзья мои. Впервые у меня такая ель получилась. Довольно-таки красиво, но... Не знаю, как-то даже необычно. Прошлая ель была симметричная со всех сторон. Тем более, гармонично построена. Но это уже слишком реалистично, даже я бы сказал. Ну, то, что необычно то, что ствол спиралевидный, форму, формы. И ещё есть дом. Короче, сейчас выключу шейдеры. Ну, так что лучше. Без шейдеров хотя бы не лагает. Ну, короче говоря, вот ель. 128 блоков в высоту. Необычный ствол спиралевидной формы. И типа рождественская ёлка небольшая такая. Ну, в смысле небольшая. Но 128 блоков это, конечно, махины. Огромная, я вам скажу. Давненько я не струбил. Ничего таких масштабов. Ну, реально огромная. Чё вы? Реально старался. Третий день уже на нервах я. Потому что Новый год приближается. Так вот. Всех, кстати говоря, с наступающим. Если ролик вам понравился, поставьте лайк. Если вам нравится в целом мой контент, то подписывайтесь. А так вот. Я про свои ролики не знаю, снимал ли я их или нет. Потому что я это снимаю очень даже рано. Относительно графика моих других роликов. Хотя вот. Какой там. Я должен был закинуть уже. Рафт. Да, должен был. Если нет, то значит после этого ролика. Потому что я уже всё снял. Материалы всё уже готовы. Там тоже будет интересно. А так. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Так что. Всем удачи. С Новым годом. И не забудьте сделать 10 отжиманий. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok